Где найти первых клиентов? Самый первый круг – это ваши ближайшие знакомые. Это ваши друзья, это ваши соседи. Они самые лояльные к вам, к вашей выпечке. Чаты общения, например, там школьные какие-то чаты. Бывают чаты дома, района. У меня, например, был чат, после которого у меня начался большой рост. Есть такая группа «Мамочки печатников». И я живу в печатниках. И они периодически устраивают какие-то встречи, тусовки. И я подписалась, я сделала для них за условные тысячи рублей. Я им испекла три пирога, два пирога с капустой. Я им сделала рулетики с корицей. Ну, в общем, какую-то такую пробу. Это был не хлеб, а именно то, что можно поесть на тусовке. Для меня это стоило не так много именно в плане финансов. Даже если считать только деньги без трудозатрат, то это было в плюсе. Вот. И после вот этой тусовки «Мамочек печатников» у меня просто пошел вал заказов. Я зарабатывала не хуже, чем в офисе. Вот одно мероприятие. Оно мне дало очень много. Вот. Дальше. Если вы не хотите, допустим, продавать все это там поштучно, искать каких-то людей, с ними общаться, может быть, да, то это может быть ближайшие магазины. У всех есть магазины в Водоме, да. Можно найти клиентов на Авито, Юла, вот эти вот все, да, соцсети. Опять же, оттуда все приходят. Оттуда можно тоже брать клиентов. Это бесконечный трафик. Вот. Еще классная идея. Можно продавать выпечку на ярмарках, на различных фестивалях. Во многих городах это развито. Они часто довольно-таки проходят. И по факту не нужно иметь какую-либо документацию, чтобы там продавать. То есть ты просто связываешься. И очень часто это бывают еще и бесплатные ярмарки. Вот. Поэтому вы приходите туда со своей продукцией, вы ее отпекли, продали. И, в общем-то, все, как бы, адьо. Вот. И когда вы приходите договариваться по поводу, ну, какого-то сотрудничества, я всегда говорю о том, что нужно приносить с собой свой хлеб. Да. Товар лицом, когда показываешь, что это уже многое меняет. Продолжение следует.